и снова здравствуйте всем привет давайте сделаем в этом ролике именно шлем 1916 1945 года образца именно советской армии так сначала опять же сделаем сферу вытянем сферу edit make polymesh чтобы именно mesh стал активным следом что делаем маскируем верхушку вот эту и делаем экстракт находим sub tool и находим экстракт с дублированием все есть такое дело жмем ацепт верхнюю эту можно уже удалить и так заготовка для шлема есть проверяем где тут эксимметрия немножко сбил я сферу так нужно мира and well все нормально работает ctrl z ctrl z так немножко мазну здесь вот чтобы знать что здесь у нас лицевая часть так что это версия 2019 изобраз последующих уже здесь есть ориентир так что нам нужно нам понадобится сейчас значит как он называет рев находим рев какой-нибудь так вот он вот так выглядит значит шлем ничего тут такого сложного нет сфера ну верхнюю часть сейчас тоже сделаем так shift z по прошлым роликом давайте замаскируем вот эту часть нижнюю повернем боком сделаем ей значит ctrl и инвертацию теперь делаем скайл опускаем чуть-чуть так немножко переводим вперед задняя часть у нее поменьше должна быть ну и опять же плюс ним можно чуть чуть еще ниже опустить и чуть чуть еще сюда вперед подать так вот такая получается заготовка краски смотрим и у нее видите тут еще подъем давайте сделаем подъем здесь уже замаскируем верхнюю эту часть так переделаем сейчас значит эти полигоны или попробуем давайте сначала с такими полигонами мофф топологи кисточку побольше чем у нас тут с иксиметрией включим иксиметрию так кисточку надо еще побольше и видите что двигается верхняя часть ctrl z это не есть good давайте сделаем дайномеш поплотнее замаскируем теперь верхнюю эту часть все полигоны теперь нормализовались так как эту часть вытянем эту часть чуть-чуть еще вдавим ctrl z так и вот эта часть она еще пошире так эту часть опустим кисточку теперь поменьше так эту часть вытянем вперед расширим ее так а вот эту часть чуть-чуть придавим и вот должен получиться такой плавный переход эту часть тоже немного побольше на вытянем так эту часть повыше так эту часть поострее а эту часть вот здесь от этой части чуть-чуть побольше так и чуть-чуть пониже не портим именно искажая не искажаем корректируем шлифтом где-то можно все это дело выгладить до равнять вот так вот ну вот получилась вот такая вот заготовка так здесь чуть-чуть поострее козырек здесь чуть-чуть на пониже заднюю часть по округли шлифтом и немножко где-то наверное так же взят да вот она видите заострена так ну и вот эту часть тоже чуть-чуть заострим заготовка есть теперь что делаем маскируем вот эту часть так шлифт z да она идет ровно так как же обыграть давайте сделаем дайна мыш делаем вот этот кант control и и нужно его немножко под надуть это значит делаем скайл прям побольше надуваем такой большой был кант теперь его можно немножко перекрутить как того и попробуем теперь все это дело выгладить чтобы он стал именно округлый вот таким вот образом немножко наверно все таки придется его долепить вот здесь сделаем дайна мыш опять же чтобы сетка была подправилась так и попробуем чуть-чуть еще повыглаживать вот как-то так так следующий момент следующий момент у нас верхняя вот эта часть здесь сейчас мы немножко порисуем получается так острие и уходит на низ да так поменьше кисточку так control нажимаем маскирование и вот так вот оп уводим до куда она уходит до почти до низа да до низа и здесь расширяется и делается острая острая и через control alt немножко все это дело значит по уменьшаем где-то так и можно делать цельный это значит инвертировать маску вот эту что тут получается здесь острию здесь впадина и там значит у нас control alt так поменьше еще кисточку как то так здесь control alt немножко и застрим так теперь нужно сделать нормально переход тут неудобно мышкой вот эти все причиндалы вырисовывать shift z здесь тоже как острие идет еще кисточку поменьше чтобы было аккуратненько так раз ну получается вот такая заготовка здесь можно сделать экстракт а можно вытягивать уже прям сказки делать цельную давайте сделаем отдельную значит так геометрии делаем пардонте делаем саптулах экстракт делаем дублирование ацепт получилось вот такая заготовка теперь эту заготовку мы немножко поднадуем в деформации инфуатом так вот уже лучше и полюс можно сгладить следом какой идет тут вариант значит две овальные штукенции да ну давайте попробуем их сделать теперь маскируем делаем центральную полосу аккуратненько здесь уже будем работать выдавливаем control и и выдавливаем ее вверх вот так вот это много чуть чуть поменьше и перекручиваем и чуть-чуть уводим в бок чтобы задняя часть у нас тоже была именно оформлена это вот так наверное снимаем маску так и теперь нужно вот на этой штуке тоже все это дело проделать но сначала на растянуть ее надо так а потом сплю с ним и получается центральный этот центральный на ручке вот таким вот образом сделать иксимметрию отключим control alt переборочка ну а здесь уже control alt можно немножко почистить а потом где-то возможно пролепить еще делаем control и и чуть-чуть я тоже приподнимаем снимаем маску теперь все это дело чуть-чуть на раз плюснем и сделаем polish вот так вот так вот эти части немножко так еще что тут можно сделать значит мофт apology и приподнимем вот эту штуку так это у нас иксимметрия должна быть включена так это значит часть чуть чуть повыше а эту часть задираем вот так вот так по моему так хорошо а ну-ка хорошо бы еще так обрезать да вот обрезать ее бы не помешало обрезать можно так давайте выберем какую-нибудь кисточку вот эту может для резки так это не лучше это trim trim curve нажимаем alt нажимаем alt нажимаем alt нажимаем alt нажимаем alt ну вот что-то в этом духе так теперь хорошо бы ее было бы по обрезать немножко, помягче. Ставим вид где-то вот так. Опять ведь Result. Делаем окружность, обрезаем и тут тоже Result. До середины доводим Alt, нажимаем где-то вот в этом духе. Ну а теперь в геометрии Modified Apology Mira and Well. Ничего так симпатичный завиток получился. Делаем Dynamesh, побольше резолюцию, чтоб он по качеству не был. Так, и немножко наверное еще чем займемся, это вот здесь вот нужно маской замаскировать внутри. Ctrl-Alt. Немножко тут я оптик режим. Делаем Ctrl-I и низ вот это приподнимем. Dynamesh. Включаем значит нашу каску. Ну ничего так видом. Так, если Ctrl выбрать и замаскировать вот этот весь низ, не знаю получится дуга. Так. 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 Делаем Ctrl-I и это все дело немножко нужно. Так. Наверное. Выгладить вот так вот. Раз. Угу. 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 Нам нужен зазор именно между каской и вот этой штукой. Так, а ну-ка. Как-то так, наверное. Чуть-чуть ее пониже. Ну вот эту часть побольше кисточку и опустим в сам шлем. Я эту и эту оставлю. А потом можно будет определяться. Так, делаем теперь. Аппин делаем куб. И по прошлым роликам. Альт левая кнопка. Мы выбираем куб. Вытягиваем его вперед. Сплю с ним. Сделаем теперь динамеш. Чтобы сетка была поплотнее. Так, есть такое дело. Теперь закидываем нашу звезду. Которую можно найти именно в интернете. Информации мало. Вот такой, чтобы прям точной. Ну вот мы сейчас вот это дело подгоним. Z. Так, делаем четкости. Так, наверное куб все-таки побольше я сделаю. Z звезду чуть-чуть побольше. Ставим кисточку на стандарт. Включаем RGB. Зад отключаем. И вот так все делает. Амалюем на кубу. Рисуем. Так, ставим белый цвет. Z. Ну а теперь иксимметрия. И все это дело маскируем. Так, а почему она не по симметрии? Так, вот таким вот образом побольше намалевать. Чтоб потом края убрать. Так. Так симметрия тут не прокатывает. А ну-ка. Иксимметрия куб вытягиваем. Так, вроде бы попало. Так, нет, чуть-чуть еще сюда. Ну ладно, не суть вопроса. Ctrl. Маскируем. Так, оп. Иксимметрию можно отключить. И теперь через Ctrl-Alt немножко это все дело. Почистить аккуратненько. Вот плохо, что на планшете так проще делать. Так. Угу. Угу. Так. 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 Продолжение следует... 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 Ну а так будет сейчас нормальная звезда. Так это мы значит замаскировали, закрасили. Сейчас еще один вариант звезды покажу. Это попроще будет вариант такой. Так выбираем значит С, поменьше кисточку. Вот эту проблеклась нужно докрасить. Получается такая звезда. Теперь можно, так давайте ее примерим. Перекручиваем. Здесь не работает тройка на нампаде, печально. Перекручиваем, подгоняем значит к нашей каске. Желательно ровно, желательно уменьшить. Чуть повыше. Перекрутить. Пару ровнее тут выставить и по центру. Вот так. Теперь находим кисточку, которая поможет согнуть нам вот эту звезду. Кисточка значит называется. Так я ее в прошлый раз искал. Все забываю где она находится. Так, так, так. Ставим теперь побольше значит нашу кисточку. Чуть-чуть перекручиваем. Наводим на центр звезды. Так и почему. Куда делся наш цвет. А, пардонте. Ctrl-Z. Включен RGB рисование. Вот так. Назад. Что тут у нас получается? Кисточка если поменьше, то не захватывает. Под углом идет. Значит нужно по лицевой. Чуть-чуть выставляем. Кисточку побольше и значит угол не тот. Ctrl-Z. Так, а если. Угу. И перекрутим. Так, чуть-чуть она ее вытянула. Значит угол вверх. Значит угол надо поменять. Так, это как-то вот так если взять. Теперь эти вытянула. Вот у нее есть задача. Ну вот так как-то. Так, вот где-то вот эти канты можно чуть-чуть потоньше. Теперь сделать и выгладить вот так. Ну чтоб каска была каской. Вот сюда можно еще подшлебник сделать. Будет бомба. для какого персонажа военного такого пойдет. Вот такая есть возможность делать каски для персонажей. А все. Всем пока. До свидания. Продолжение следует...